Как пиво – неотъемлемая часть футбольного матча, так и спарринги – неотъемлемая часть тренировочного процесса. Особенно у бойцов, которые готовятся к боям. Привет, ласковые тираннозавры! С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу спарринги профи бойцов UFC, которые зашли слишком далеко и превращались из тренировки в мясорубку. Да это и неудивительно, ведь каждый пацан в зале хочет посадить на жопу профи бойца, а потом в чебуречное рассказывать про то, какой он крутой боец. Но вот обычно профи бойцов это злит, и все бывает наоборот. Жакаре Соуза в Белом Рашгарде является многократным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, также бойцом UFC и бывшим чемпионом Strikeforce. Слишком близко принял к сердцу вызов от накачанного бойца и решил компенсировать разницу в бицепсе жесткими ударами. Дональд Сироне в черных шортах, топовый боец, бывший претендент за звание чемпиона в легком весе UFC, принял вызов от непонятного дракона, который, наверное, решил, что жизнь боль и хотел уйти красиво. Ну, в принципе, так и получилось. Джон Джонс, самый молодой чемпион UFC за всю историю в полутяжелом весе, хотел показать пацану мастер-класс. Ну, как говорится, я был трезв, а она без макияжа, поэтому не срослось, и мастер-класс превратился в нокаут. Если хочешь убить полководца, сначала убей его коня, а если хочешь пойти в профи, сначала побеги его на тренировке. Юрая Холл в белых перчатках, обладатель черного пояса по кикушин карате, бывший чемпион рок, финалист ультимат файтер, нынешний боец UFC в среднем весе. В легкой и расслабленной манере показал пацанам, что не все так просто в этой жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Пока выбьешь место под солнцем, наступает ночь. Карлос Кандид в синем шлеме, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, решил поделиться опытом с военными, но один из них принял такой визит вежливости, как свой шанс получить славу и благосклонность единственной женщины-кухарки в армии, поэтому решил зарубиться всерьез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочее время, поэтому пацаны спаррингуют с профи, чтобы побыстрее уснуть. Ник Диас в красных перчатках, бывший чемпион Strikeforce, в полусреднем весе и нынешний боец UFC, немножко переборщил с ударами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Если проблему можно решить, то беспокоиться о ней не стоит, а если ее решить нельзя, то беспокоиться бесполезно. Так же и с бойцовским опытом. Главное понимать, с кем ты его хочешь получить, и не лезть туда, где можно получить только синяки. Вандерлей Сильва в зеленой футболке, бывший чемпион Pride в среднем весе и топовый боец UFC. На своих спаррингах особо их не отличал от реального боя и всегда рубил по полной. То любителей, то профессионалов. Когда идешь в пивнуху, то полчаса кажутся мгновением, а когда дерешься в ринге, то три минуты кажутся вечностью. Камаро Усман в черной форме, победитель ультимат-файтер и чемпион UFC в полусреднем весе, устроил жестокую зарубу, так же с профи-бойцом Майклом Джонсоном. Да такую, что мужиков пришлось растаскивать после гонка. Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться. Так и мои видео пролетают так быстро, как песок сквозь пальцы. Поэтому напоследок парочку очень быстрых спаррингов от топовых файтеров UFC. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Пускай не рубятся на спаррингах, а в комментах напишите, какие самые жестокие спарринги у вас были. Против профи или против трех беляшей с бутлем пива? Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Деньги Защита! Нога же держит, вы раз в два, переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот, кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok